Здравствуйте! Вы смотрите программу «Интервью» в студии Антон Масалыкин. Сегодня у нас в гостях советник генерального директора Российской государственной цирковой компании, заместитель председателя Союза цирковых деятелей России Григорий Островский и Валентина Савина, директора Государственного училища циркового и эстрадного искусства. Добрый день! В Якутске завершился международный форум «Цирковое искусство Арктики». Его главной целью было продвижение концепции развития циркового искусства до 2022 года. Несколько слов о ходе обсуждения концепции и каковы итоги встречи. Кто начнет? Давайте я. Форум был посвящен тому, что концепция принята уже во второй год. Сергей Васильевич Растаркуев, директор цирка Саха, хочет, чтобы в стране, в республике, как называется, республика Саха-Якутия, появился свой закон на основе концепции, который бы предусмотрел развитие циркового дела в Якутии. Так как здесь самый северный цирк, для того, чтобы он развивался достаточно хорошо, нужно строительство второй очереди, которое подразумевает учебно-производственный комплекс, где могли бы и обучаться, и изготовление реквизита, и принимать гостей, и принимать большие программы. То есть, вот этому был посвящен форум. Григорий Андреевич, несколько слов о ходе обсуждения. Ход обсуждения прошел такой очень деловой, мне кажется, очень серьезной и конкретной обстановки такой, да, не было никакой воды. И более того, я хочу отметить, что вот все докладчики, начиная от Валентины Михайловны, кончая нашими иностранными гостями, были очень глубоко погружены в проблему, которая конкретно принадлежала проблему местную, да, якутского цирка, да. Все отмечали самобытность якутского цирка, все отмечали важность сохранения традиций якутского цирка. И вот повторюсь, да, и это, конечно, дальнейшее развитие. И я повторюсь, что действительно для того, чтобы якутский цирк получил какую-то динамику развития в ближайшие годы, да, необходима, очень необходима, очень важна постройка второй очереди цирка. Потому что то, что сделано сегодня, да, оно обеспечивает вот сегодняшний уровень, да, а есть необходимость заглядывать в завтрашний день. И тут, понятно, еще одна такая вещь. Цирк в мире бурно развивается, и особенно бурно развивается в азиатских странах, да. И чтобы не остаться на задворках цирковой жизни, да, необходимо думать о завтрашнем дне и вкладывать, делать какие-то инвестиции именно сегодня. Мало того, это даст возможность цирку Саха приглашать различные программы, в том числе мировые, и знакомить республику с ними. Потому что сегодня это невозможно из-за того, что нет гостиницы, нет того, нет сего. А когда все это будет, тогда и поток артистов, не только российских коллективов, но и стран мира могут сюда приезжать. Обмен программой произойдет, это развитие. Я, позвольте, добавлю еще одно соображение. Очень часто считается, что искусство цирка, театра, музыки, да, это убыточное искусство, которое требует много капитала вложений и дает маленькую отдачу. На самом деле, я не хочу ничего еще поговорить про театр или музыку, но могу сказать конкретно о цирке Якутии. То, что было сделано, уже приносит огромную пользу не просто даже с точки зрения каких-то капитальной отдачи финансов, но с точки зрения духовной, с точки зрения решения социальных проблем. И я думаю, что если вот вторая очередь цирка будет сделана, и сюда возникнет мировое притяжение, на самом деле, да, потому что цирк Якутии уже сегодня широко известен в Европе, в Америке, в Азии, да, и тут тогда имеет смысл ожидать и какие-то инвестиции из УНИ, и можно ожидать рост фестивальной программы, развитие фестивальной программы, а следовательно, можно ожидать и уже какую-то финансовую прибыль, капиталовложение со стороны. Валентина Михайловна, в своем выступлении вы сообщили, что с директором бриллиантового цирка Сергеем Растрогуевым обсуждалась возможность открытия филиала Государственного училища циркового и эстрадного искусства. Насколько оправдано открытие филиала в нашей республике? Речь идет о материальной базе. Если будет база, то это возможно, потому что финансовые возможности многих родителей в стране не позволяют детям отправить их в Москву. А если будет региональная, если будет построена вторая очередь и даст эту возможность, то так как у нас лицензия есть, специальности есть, возможности у цирка САХА будет принимать часть региона. Это Хабаровск, это Владивосток, то есть эту часть. Потому что иногда дети не могут приехать в Москву и не могут уехать обратно из-за дороговизны билетов и даже поступать невозможно. Это освободит и регионы, и нас освободит, и даст толчок к развитию. Теперь просто вспомнила про то, что даст еще строительство второй очереди. Сменилось в компании Росгосцирк, с которым мы подписали соглашение о сотрудничестве, потому что основной работодатель для наших выпускников – это компания Росгосцирк. Если цирк САХА построится вторая очередь, тогда компанией может быть рассмотрен вопрос о включении цирка в конвейер, потому что нельзя смотреть… Труппа сегодня замечательная в САХА цирке, но нельзя смотреть… Надо ждать пять лет, чтобы подросли дети, потому что родитель пойдет один раз на программу, второй, а третий уже не захочет смотреть одно и то же. А когда каждые три месяца будет смена программ, работать в конвейере, это будет всем и прибыльно, и интересно, и экономически выгодно, мне так кажется. – И я бы еще добавил одну вещь. Государственное цирковое училище – это фантастический носитель школы, традиций, которые существуют в русском цирке. В это время сейчас, в силу тех финансовых, экономических обстоятельств, о которых только что упоминала Валентина Михайловна, Сергей Васильевич с Марфой Петровной Расторгуевым вынуждены обращать свое внимание в большей степени на китайский цирк, подготовку детей в китайском цирке. Понятно, потому что, как ни парадоксально, легче и ближе добраться туда, чем до Москвы, и постоянно, так сказать, держать контакт. Между тем, практика сегодняшнего дня показывает, что вот это оплодотворение русской школы и китайской совместное дает поразительные хорошие результаты, очень замечательные. Валентина Михайловна выпустила три, по-моему, выпуска якутских. В этом году 30 лет, 15-ти десятилетия выпусков артистов. Именно в якутской школе. Да, и они все здесь, они так особо никуда не покидают, как это бывает очень часто, у цирковых артистов родину. Все работают в едином таком режиме, и это повышает такую самобытность якутской школы цирковой, вот это смешение двух цирков. И я думаю, над этим имеет смысл работать. И уже раз есть такое смешение, уже выстраивается какие-то стилистика якутской школы, развивать именно стилистику якутской школы. Но при этом, извините, можно пользоваться и той практикой, и китайской практикой. И это будет синтетическое, такое интересное сооружение. Да, да, да. Росгосцирк в этом году отмечает юбилей. 95 лет назад Владимир Ленин подписал декрету национализации цирков. В советское время это был огромный поток с десятками цирков по всей стране. Но на Дальнем Востоке их было построено всего три. Уссурийск, Хабаровск и Владивосток. С чем это связано? Почему Дальний Восток оказался вне зоны внимания в то время? Я не могу ответить на этот вопрос. Решалось на уровне первого секретаря Леонид Ильича Брежнева. Как он велел, так все и было. В какой-то степени ориентировались на определенные нормативы. Первый норматив – это численность людей в городе, населения. Потому что, как бы мы ни относились к искусству цирка, но понятно, что это определенные трудозатраты, финансовые затраты. И есть еще один момент. Есть некая транспортная проблема. А транспортная проблема, к сожалению, сегодня еще стала острее. Изключается она в том, что железная дорога, которая все-таки более экономичная, чем авиация, она очень далека. И в районе Красноярска и Иркутска там происходит такой эффект песочных часов. То есть до Красноярска и до Иркутска много цирков, и тут три. А вот тут есть такой кусок, где нет ничего. Ни в Читине, ни в Барнауле. Сегодня как раз размышляем на ту тему, что часть зрителей в стране оказываются выброшены из сферы влияния цирка. Они бы и рады посещать, но нет такой возможности физически. И вот поэтому праздники праздниками, а есть одно из направлений, о которых сегодня думает руководство Росгосцирка, в том числе под предводительством президента Гоглоева Вадима Черменыча, и этого о том, как наполнить цирковыми предприятиями и учреждениями те регионы, которые сегодня оказались обездолены с этой точки зрения. Сейчас в Уссурийске существует филиал Росгосцирка, и в данный момент временно он не функционирует. В далекой перспективе открытие в нем дальневосточного филиала училища циркового и странного искусства. Да, мы с Вадимом Черменычем говорили на эту тему. Вроде местные власти, он уже беседовал, что, опять же, если есть финансирование, местные власти готовы взять на себя это, несмотря на то, что в Арсеньеве там есть детская школа, а филиал училища даст возможность детям, которые обучаются в Арсеньеве, во Владивостоке и в близлежащих деревнях, и при всех дворцах есть студии самодеятельного циркового искусства. То есть мы можем говорить о том, что в ближайшее время мы восполним вот этот пробел, возникший на Дальнем Востоке. Ну, по крайней мере, мы стремимся к этому, и мне нравится, что нас услышали, потому что после перестройки мы были не... Мы образовательные учреждения, и как-то самостоятельно. А сейчас мы хотим совместно, совместно потребность изучиться в компании конвейер, потребность тех или иных жанров, и мы будем совместно набирать, с компанией «Росгос» и совместно выпускать уже готовые программы. Я очень на это надеюсь. Вы можете сделать прогноз, насколько популярными будут филиалы на Дальнем Востоке? Мне кажется, пока поверхностный этот прогноз. Мы еще глубоко на эту тему не проводили анализ, но у нас есть такое поднимание. Смотрите, вот сегодня, в настоящее время, есть некий спад интереса среди молодежи, к искусству цирка. Это видно даже потому, как снизилось количество молодых ребят, старающихся освоить эту профессию. И сегодня мы вынуждены черпать кадровый резерв. Из трех источников. Первый – это цирковое училище имени Карандаша. Второй – это те, кто уходят в силу каких-то обстоятельств раны и спорта. И третий – это династические направления. В меньшей степени нас устраивают сегодня те, кто приходят из спорта. Почему? Не потому, что они плохие или какие-то. Они, к сожалению, артистические. Да, они другие, как мы говорим. Они артистические, очень зажатые. Они легко осваивают трюки, но, к сожалению, образ художественный им дается, как правило, очень тяжело. Династические направления в основном раскрываются хорошо в дрессуре, в конных номерах и так далее. Если же говорить о тех номерах, которые связаны с акробатикой или связаны, так сказать, клоунадой, какими-то эстрадными направлениями, наилучший, так сказать, вариант, который приходит – это из ГУЦИИ. Сегодня есть еще такой момент, что нет определенной необходимой нам ротации кадров. В каком смысле? По идее, цирк – это искусство молодых. Нам приятнее всем видеть в манеже молодые красивые лица и фигурки. К сожалению, сегодня ротация идет не так, как нам хотелось бы, и мы очень часто встречаем людей сильно преклонного возраста на манеже. И это в какой-то степени является проблемой того, что отталкивает зрителя, и проблемой работы с людьми в пожилом возрасте. Бывает сложная работа, там постоянно всякие травмы и прочее. И поэтому, если у нас возникают вот такие точки, как Якутск, Уссурийск и прочее, мы можем наполнять конвейеры молодыми, грамотными и квалифицированными артистами. Причем, что очень удобно, в разных точках Советского Союза, в России. И это, естественно, позволит влить новую кровь и новое такое движение. В марте этого года в Росгосцирке произошла смена руководства. Генеральным директором был назначен Вадим Гоглоев. Уже сейчас ожидается ряд реформ в России, цирковых реформ. Как это отразится на взаимоотношениях с нашим бриллиантовым цирком? Я думаю, только в положительную сторону. Когда тесное сотрудничество, то, о чем я говорила, что это может быть работа в конвейере, это может быть якутская программа или одним отделением в программы российского цирка, которые будут по всей России, я так думаю. И во многих направлениях, я думаю, что сотрудничество будет очень тесным. И главное, что полезным для сторон. За последнее время не было руководителей системы компании Росгосцирк, которые были бы оторваны от цирковой среды. Вадим Черменович, первый за последние 15-20 лет, человек, который пришел извне. И мне кажется, в этом появилась некая дополнительная изюминка. Суть в том, что он может сегодня глянуть на проблемы цирка свежим взглядом, современным, новым взглядом. И как хороший управленец-экономист найти те болевые точки, которые не видны изнутри системы. Как помните, говорил Есенин, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. 30 секунд, прошу. 20 лет мы в новой стране, перестройка дала возможность самостоятельно, свободно до трудоустройства. Если раньше училище выпускало, Союз госцирк принимал на работу и при этом финансировал выпуск номеров, это реквизит, это костюм, это музыка, режиссура и так далее, то мы остались без ничего. Вадим Черменыч первый, который меня услышал. Я 20 лет только меняла имя руководителя. И он говорит, это нонсенс, как это так? Можно работать без училища, когда основной работодатель компании. И теперь, когда мы будем совместно работать, я думаю, что у нас все получится. Я думаю, в том же контексте проблемы якутского цирка будут услышаны в Москве на Пушечной, и будет поиск интересных решений, креативных. Для сотрудничества. Потому что это важно, на самом деле, для всех. Цирк и искусство без границ, без языковых барьеров. Без национальности. Без национальности. И поэтому всегда цирку, как никакому другому искусству, важно быть вместе, а не раздробленными. Приятно было услышать оптимистичный прогноз. Это была программа интервью. Напомню, что сегодня у нас в гостях Валентина Савина, директор Государственного училища циркового и эстрадного искусства, и Григорий Островский, советник генерального директора Российской государственной цирковой компании, заместитель председателя Союза цирковых деятелей России. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok